Вошли в доверие к пенсионеркам и продали по завышенной стоимости. В Ненецкий округ наведались с карабейниками. Работают купцы по отлаженной схеме. Звонок в дверь, приглашение на собрание, несколько минут душевных разговоров, а потом пенсионеры приобретают чудо-технику, которая излечится от всех болезней. Но о том, что приобретенный товар стоит в разы дешевле, покупатели понимают лишь после совершенной сделки. Пришел мужчина, в возрасте уже, можно сказать, ну пусть молодой. На собрание во второй подъезд. Я говорю, по какому вопросу? Он сказал, по льготам для пенсионеров, для пожилых людей. Беспокоит ли здоровье, а может родственники болеют? Такие вопросы задавали доверчивым пенсионеркам, заезжие из другого региона купцы. По словам одной из женщин, неизвестные позвонили в квартиру и пригласили ее на собрание по вопросам ЖКХ. И вот девушка как горохом сыпала, сыпала, что-то там говорила. Я сути не поняла, я думаю, что впереди собрание-то все. Оказывается, может, закончилось все. В итоге по теме ЖКХ пенсионерки ничего не услышали. Зато запаснословные суммы приобрели чудо-аппараты. Одна из потерпевших купила электронный миостимулятор BodyTime. На просторах всемирной паутины его цена колеблется от 600 рублей до 2000. Женщина за электронную штуковину отдала аж 14. Своё лицо пенсионерка попросила не показывать и от интервью отказалась. Её интересы представила соседка. Анна Булатова считает, что это дело попахивает мошенничеством. Понятно, что это, я считаю, что это аферисты. Являются хорошими психологами. Следом пошли за этими людьми. То есть не стали предлагать им на улице. Только в этом доме жертвами корабейников стали три женщины преклонного возраста. Сколько всего таких случаев произошло в окружной столице, непонятно. В полицию потерпевшие зачастую не обращаются. Стражи правопорядка ситуацию взяли на контроль. По этим фактам проведены проверки. В данной ситуации наши генеры посетили, назовём их, корабейники, которые реализуют этот товар. Лица эти имеют патенты, документы индивидуальных предпринимателей. Товар, мы смотрели документы, значит, он имеет технические паспорта, так называемые. К сожалению, просто хотелось бы обратиться к жителям. Первое, что тревогу здесь бить ни к чему. Это одна сторона. И вторая сторона здесь в том, что, ну, хотелось бы просто остеречь. Вот мы, если приобретаем товар в официальном магазине, мы можем его вернуть, мы можем, значит, предъявить претензии. Здесь мы покупаем товар с рук, и вот наступает обыкновенная опасность. Что же мы купили? Назвать заезжих продавцов мошенниками с точки зрения закона будет не совсем правильно. Скорее, это очень грамотные маркетологи. Законодательство они не нарушают, все необходимые документы и разрешения есть. Полицейские убедительно просят, дабы таких недоразумений не повторялось, не открывайте двери незнакомым людям, не покупайте товары с рук. Ведь гарантировать качество такой продукции вам никто не сможет.